МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это уже дополнение к работающим мерам. Поговорим мы сегодня в целом о возможностях, которые в, казалось бы, уже безысходной ситуации открывает социальный контракт. Кому в крае доступна эта поддержка, какие-то суммы, сколько раз можно обратиться за помощью, напомним, расскажем вместе со Светланой Черниковой, заместителем начальника отдела организации назначения и выплаты пособий и других социальных выплат Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Светлана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте сразу пригласим к диалогу наших зрителей. 8-8-6-5-2-333-020, телефон студии. Звоните, спрашивайте. Светлана Васильевна, ну а мы начнем. Напомните, пожалуйста, что вообще из себя представляет социальный контракт для тех, кто, возможно, еще не слышал о нем. Ну, социальный контракт – это форма адресной государственной поддержки, помогающей малоимущим семьям быть из трудной и сложной ситуации. Сегодня социальный контракт – это один из единственных инструментов, который позволяет не только поддержать семью на какой-то период времени какими-то выплатами, но и преодолеть причины бедности. По сути, социальный контракт – это пошаговая дорожная карта по выводу малобеспеченной семьи, поскольку в рамках социального контракта есть какие-то обязательства, которые выполняет сам гражданин и, так сказать, государство, ну, орган соцзащиты. В отличие от выплат и пособий компенсации, социальный контракт помогает преодолеть и выйти из трудной жизненной ситуации семье и выйти на самообеспечение. Ну, то есть просто так тебе денег не дадут, надо тоже как-то соответствовать этим критериям. А какие это критерии? Ну, критерии – это обязательно гражданин или его семья должны быть малоимущими. Ну и социальный контракт у нас заключается по четырем направлениям. Это поиск работы, где гражданин у нас должен трудоустроиться в рамках социального контракта, либо открыть свой бизнес. Это в рамках предпринимательской деятельности, либо самозанятости. Третье направление – это ведение личного подсобного хозяйства. И четвертое направление, так сказать, неактивное, но оно помогает выйти из трудной жизненной ситуации. Это иные направления по преодолению трудной жизненной ситуации. Ну, то есть все направлено на то, чтобы помочь как-то выбраться из этой ямы, да, и как-то, наверное, дать надежду человеку, да, психологическую в том числе. То есть дать ему понять, что не все потеряно, и рядом есть люди, которые готовы протянуть эту руку помощи. А с какого года работает у нас этот инструмент? Он вообще во всех регионах одновременно заработал? Или как-то точно начинал? Ну, на Ставрополье у нас он уже десятый год, как бы это самое с 2014 года по 2020 год. Вот социальный контракт у нас был только за счет средств краевого бюджета, а уже с 2021 года на всей территории Российской Федерации заработал социальный контракт и уже на условиях софинансирования. То есть федерация выделяет нам 95%, край выделяет 5% на реализацию социального контракта. То есть, получается, мы выступили изначально как пилоты, показали, что мы это умеем делать. Пилотами были другие субъекты уже, вот, ну, мы тоже подключились к этой мере социальной поддержки. Ну, то есть сначала за счет своих региональных средств показали, что можем это делать. И вот, например, если с 2014 по 2020 год как бы подводить итоги, то у нас социальный контракт заключило 769 семей на 44,9 миллионов рублей. А если уже смотреть 2021-2022 год, да, то у нас здесь уже за два года заключило 10103 семьи и денег мы уже потратили более миллиарда рублей. То есть социальный контракт набирает свою силу как бы. И вот если подводить итоги, то за два года, когда у нас на условиях софинансирования, то на осуществление предпринимательской деятельности заключено 3620 контрактов. На поиск работы 2714, на ведение личного подсобного хозяйства 1272 и 2497 семей у нас, которые на преодоление трудной жизненной ситуации. В 2023 году у нас планируется заключить, ну, не менее 4400 контрактов. Ну, то есть все-таки число ограничено участников этого проекта? Ну, ограничено, потому что выделяется определенная сумма денежных средств, да, и под эти денежные средства у нас министерством утверждается разнарядка по каждому направлению. И согласно этой разнарядке органы соцзащиты заключают социальные контракты. Ну, по финансированию я не помню, мы цифры с вами назвали? Нет, еще не назвали. В общем, ну, как я уже сказала, за два года, ой, с 2014 по 2020 год у нас было выделено из краевого бюджета 45 миллионов рублей. В 2021 году у нас выделено 636 миллионов рублей, где 94% это было денежные средства федерального бюджета и 6% в краевого бюджета. В 2022 году у нас выделено 705,2 миллиона рублей, и в 2023 году у нас выделено 890,16 миллионов рублей. То есть идем в рост, конечно, динамика. Мы можем помочь большему числу семей. Большему числу, да. Как вы сказали, в таком рейтинге, получается, по востребованности, это именно открытие своего дела, получается. Открытие своего дела, да. А как происходит этот процесс? Вот, скажем, я хочу открыть свое дело, что мне для этого нужно? Какие документы мне нужны, чтобы подтвердить статус той ситуации, в которой я оказалась? Ну, орган гражданин обращается либо лично в орган соцзащиты, либо через портал госуслуг. Также может обратиться почтой. Вот, МФЦ у нас документы не принимает, потому что здесь большой пакет документов, и большая часть нужно собеседование проводить с заявителем, поэтому документы принимаются непосредственно в органах соцзащиты. Но к документам это относятся документы личного характера, это документы, подтверждающие родство, свидетельство о браке, рождении, о расторжении брака, о смерти, доходы за последние три месяца, предшествующую месяцу обращения. Если это индивидуально-предпринимательская деятельность, то гражданин в рамках соцконтракта готовит бизнес-план, чтобы выделить определенную сумму на приобретение необходимого оборудования. А, простите, я вас перебью, а бизнес-план, ну это же такая история довольно сложная, помогают ли в этом? Органы соцзащиты помогают составлять бизнес-план, также у нас могут граждане обратиться в мой бизнес, ну смотря в зависимости от какого направления, да, если это там экономический условно, там отделы экономических при администрации помогают, если это сельхоз, более уклонно, отделы сельхоз администрации помогают. То есть даже на этом этапе, люди, не брошены, они Да, есть у нас и разработаны, это самое, нашим министерством примерная форма бизнес-плана, которая дается гражданину, и по этой примерной форме он составляет свой бизнес-план. То есть в рамках предпринимательской деятельности средства социального контракта можно потратить на приобретение основных средств и материально-производственных запасов, вот, до 15% можно оплатить аренду помещения, 10% будет на лицензию, если это необходимо гражданину, и 5% на оформление в налоговом органе. Обязательно вся документация должна быть по истраченным средствам, правильно? Это уже потом представляется гражданином отчет. А на какой срок заключается социальный контракт? Ну, социальный контракт заключается у нас от трех месяцев до года, но в зависимости от каждого направления. Если поиск работы, он заключается у нас не менее 9 месяцев, то есть в рамках соцконтракта гражданин у нас должен трудоустроиться, и он получает у нас выплаты. Первый месяц при заключении социального контракта, и потом в течение трех месяцев после трудоустройства, при подтверждении, что он далее работает. А давайте сразу эту категорию обсудим. То есть здесь на бирже труда можно не стоять или можно этим? Нет, обязательно. Обязательно условия. Это состоять не в трудовых отношениях, быть зарегистрированным на учете в центре занятости, и на портале Работа России. То есть это обязательное условие. Потом гражданин обращается в орган соцзащиты, заключает социальный контракт, и совместно с центром занятости орган соцзащиты помогает ему трудоустроиться. Так, а если это не подходит, это не подходит, и так длится на протяжении 9 месяцев? Ну, 9 месяцев он не трудоустроился, не устроили его варианты и вакансии, которые были предложены центром занятости. Ну, прекращает срок действия социального контракта, но одну выплату гражданин получает. Одну выплату единовременно? Единовременно, в размере прожиточного минимума, на сегодняшний день 14 102 рубля. Но в таком случае закономерный вопрос от наших телезрителей, сколько можно раз обратиться за такой помощью? За такой помощью, то есть по направлению поиска работы и трудножизненная ситуация можно обратиться, получается, по истечении года по завершению срока действия социального контракта. Ну, то есть, например, у нас соцконтракт был заключен, например, под сентябрь 2023 года, да, потом орган соцзащиты мониторит еще год гражданин, и по окончании вот этого мониторинга 12-месячного гражданин может обратиться повторно. То есть за вторым социальным контрактом он уже у нас может обратиться в октябре 2024 года. И опять же, уже наверняка составляется в том числе портрет, да, этого человека? Ну, конечно, да. Ну, орган соцзащиты спрашивает, может быть, по другому направлению, может быть, поиск работы вам не подошел, может, вы хотите открыть свое дело, может, вы хотите вести личное подсобное хозяйство. То есть любой социальный контракт у нас заключается через год после окончания мониторинга. То есть в период мониторинга орган соцзащиты смотрит, как же дальше гражданин выходит уже из трудной жизненной ситуации. Девять месяцев на поиск работы. Девять месяцев на поиск работы. Первую категорию, да. Вторая категория у нас, это индивидуальная предпринимательская деятельность, заключается до года. Тут в зависимости от бизнес-плана гражданина, да, то есть когда он предполагает, что он выйдет на самоокупаемость. То есть на этот период заключается социальный контракт. То есть главное выйти на самоокупаемость. То есть этапов много может быть в бизнес-плане, но хотя бы один из них, вот самый главный. Да, то есть когда человек уже начнет как бы не относиться уже к категории малоимущих, да, то есть сам будет обеспечивать себя, свою семью. А как вы считаете, а на практике возможно за год развить свое дело? Ну, да. А какие направления выбирают чаще всего? Ну, больше у нас сейчас идет сфера красоты, открывают более шиномонтаж. Вот часто это самое. Юридические услуги у нас как бы открывают. Много сейчас открывается. Студии по развитию маленьких деток вот такие вот услуги оказывают. Но больше вот студии красоты идет у нас в направлении. А привязка к городу к прописке есть в этом случае по открытию дела? Ну, у нас на территории края должна быть прописка. То ли это будет временная, то ли это будет постоянная. От этого зависит, куда гражданину необходимо обратиться. В какой орган соцзащиты. Если не получилось, ну, бывает, я думаю, так. Ну, во-первых, много ли вот таких неуспешных заключений контракта у людей на вашей практике? Или все-таки стараются, ну, в таких, в процентном соотношении, сколько людей действительно успешно выбираются из своей ситуации с помощью открытия своего дела? Ну, вот мы подводили уже итоги 2021 года, да, как бы потому, что 12-месячный мониторинг у нас прошел, да. И вот в мае 2023 года мы подвели уже мониторинг социальных контрактов, которые были заключены в 2021 году. И вот 28% семей, чьи доход увеличился и превысил величину прожиточного минимума. 54% семей – это доход, которых увеличился в пределах прожиточного минимума. И наблюдается, что от 30 до 9% семей произошел рост среднедушевого дохода. Ну, и 17,6% – это те семьи, которые остались на прежнем уровне. Ну, то есть, получается, что 82,4%, которые преодолели свою трудную жизненную ситуацию. Я думаю, что это хорошие показатели. Да, хорошие показатели. Но, получается, по открытию своего дела, да, сколько здесь дается времени? Год? А если не выполнил условия, не вышел на самоокупаемость, тогда что? Ну, дальше же орган соцзащиты мониторит. Но у нас таких, как бы, очень мало социальных контрактов, да. Ну, а возмещать что-то нужно? Если он не выполнил условия социального контракта, то есть не приобрел необходимое оборудование, которое он заявил в бизнес-плане, не предоставил отчеты в течение двух месяцев, ну, нарушил какие-то условия, которые предусмотрены бизнес-планом, тогда они возвращают всю полностью сумму. Да, если на сегодняшний день это 350 тысяч, у нас сумма социального контракта по индивидуально-предпринимательской деятельности, то если нарушены условия, он должен вернуть всю сумму. Ну, у нас нарушений, как бы, таких мало очень. Ну, чтобы до судовы давать, да. За этот период 22-го года у нас 49 контрактов, которые расторгнуты по каким-то независимым от гражданина причинам. Есть социальные контракты, которые расторгаются по независимой причине от гражданина. Либо это болезнь, либо какие-то обстоятельства непредалимой силы, ну, какие-то ЧС или еще что-нибудь. Расторжение контракта у нас происходило, когда начали призывать на СВО граждан, да. Тут тоже мы расторгали, здесь деньги не возвращаются гражданами. Но в этом случае родственники, да, наверное, могут тоже включаться в этот процесс? Ну, если родственники включаются, да, то тогда, конечно, продолжает там супруга действие социального контракта, да, переоформляется. А так расторжение, но возврат средств не происходит. Так, два направления мы уже с вами перечислили. Два направления. Третье направление – это ведение личного подсобного хозяйства. Размер социальной помощи здесь 200 тысяч рублей. Заключается он, ну, наверное, больше с гражданами сельской местности, да, потому что там больше у нас идет развитие сельского личного подсобного хозяйства. Больше здесь у нас приобретают граждане крупной рогатой, конечно, скот и птицу. Вот. Обязательное здесь условие – нужно зарегистрироваться в налоговом органе через личный кабинет «Мой налог», как самозанятым. И делать отчисление в налоговую инспекцию 4% от своего дохода. Минсельхоз здесь включается в этот процесс? Ну, как бы не очень. А в этом случае, в случае подсобного хозяйства, в «Мой бизнес» нельзя уже обратиться? Это никак не взаимодействует? Ну, здесь «Мой бизнес» больше помогает, а не индивидуальным предпринимателям, либо по направлению индивидуально-предпринимательская деятельность и самозанятость. Вот когда 350 тысяч мы даем. Личное подсобное хозяйство у нас здесь готовят граждане не бизнес-план, а план ведения личного подсобного хозяйства. То есть, сколько они получат доход от реализации своей продукции. Так, а им какой срок дается? У них тоже заключается социальный контракт до года, до 12 месяцев. А сумма еще раз? 200 тысяч. 200 тысяч. Ну, тоже, считаете, достаточно для такого стартапа? Достаточно, конечно, да. У нас сейчас, то мы приобретали, да, у нас социальный контракт, который был на наши краевые деньги, 50 тысяч. Потом по поручению губернатора был увеличен до 100 тысяч. Сейчас 200 тысяч, как бы ощутимо тоже. Ну, то есть, даже тогда получалось? Да, и тогда граждане заключали, а сейчас уже больше у нас. И еще одна категория, напомните, пожалуйста. Это трудная жизненная ситуация у нас. Что относится к трудной жизненной ситуации? Здесь у нас граждане, которые, ну, какая-то возникла трудная жизненная ситуация. Кто-то заболел в семье, да, может быть, уход за каким-то близким родственником. В такую категорию у нас еще попадают семьи со студентами. Если одновременно в семье рождается двое или более детей, ну, трое не бывает, да, и беременные женщины свыше 30 недель. То есть здесь тоже готовится план по выходу из трудной жизненной ситуации. И здесь социальный контракт у нас заключается до 6 месяцев с выплатой ежемесячной в размере прожиточного минимума, то есть на сегодняшний день тоже 14-102 рубля. Ежемесячно? Ежемесячно, да. На эти средства граждане у нас приобретают товары первой необходимости, лекарственные средства, и могут потратить их на дошкольное образование детей. Так, но это же не может продолжаться бесконечно? Тоже есть срок. 6 месяцев. 6 месяцев, я сказала, да. То есть здесь граждане у нас чеками, которые покупают они продукты либо лекарства, ежемесячно тоже отчитываются. То есть на эту определенную сумму они должны, ну, израсходовать. Ну, они готовят, смотрите, план по выходу из трудной жизненной ситуации. Может быть, вот семья в настоящее время, у них задолженность за коммунальные услуги, да, и она пишет план по выходу. То есть на средства социального контракта я буду приобретать продукты питания, да, а за счет средств семейного бюджета я могу погасить задолженность. То есть человек преодолевает свою трудную жизненную ситуацию, и потом органы соцзащиты еще подсказывают. Так как вы погасили задолженность, вы можете оформить субсидию, так как ваша семья признана малоимущей. То есть опять же идет... А, то есть нужно все-таки признание малоимущей статуса. Ну, конечно, да. Так, давайте еще раз, какие бумаги нужны в подтверждающий этот статус? Ну, я, как уже говорила ранее, это документы, подтверждающие родство и доходы за последние три месяца, предшествующих месяцу обращения. Так, а если вообще не работаешь соцконтрактной? Если не работаешь совсем, то тогда должна быть какая-то независящая причина, по которой гражданин не работает. У нас в нашем законодательстве предусмотрено законом Ставропольского края независящие причины. Это, значит, состоит на учете в центре занятости, осуществлять уход за ребенком до достижения трех лет, либо членам семьи, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, это инвалиды первой и второй группы и лица старше 80 лет. Также у нас может быть заболевание более двух месяцев, тоже это как бы независящая причина. Многодетство, если у мамы три и более детей, это тоже являются независящие причины. Если гражданин является получателем какого-либо вида пенсии. Ну и беременность свыше 30 недель. А, кстати, если получаешь другие виды какие-то пособия, это не препятствует получению социального контракта? Они учитываются в доход семьи. А, в доход. В доход семьи, да. А могут ли возникнуть какие-то обстоятельства, по которым социальный контракт может быть расторгнут? Хотелось бы примеры какие-то получить от вас. Ну, я, как уже говорила ранее, социальный контракт у нас расторгается, если не пополняются условия как бы самого социального контракта. Ну, если по поиску работы, да, гражданин трудоустроился в период социального контракта, а потом не захотел дальше работать, то есть социальный контракт расторгается. По индивидуально-предпринимательской деятельности в каких случаях может расторгнуться социальный контракт? Тоже, если гражданин в период действия социального контракта прекратил предпринимательскую деятельность, либо закупил оборудование, да, не в рамках своего бизнес-плана. То есть деньги потратил не по целевому назначению. Если по поведению личного подсобного хозяйства социальный контракт может расторгнуться, по какой еще причине, ну, падешь полностью сельскохозяйственного животных, да, и опять же, невыполнение условий социального контракта, переезд на другое место жительства, могут же расторгнуть социальный контракт. Как я уже говорила, если участник СВО, мы столь же расторгали социальный контракт. Вот, ну, болезнь, гражданина, смерть, ну, вот такие вот причины бывают. Ну, контроль получается практически каждодневный, ежемесячный. Контроль ежемесячный осуществляется органом соцзащиты, то есть после заключения социального контракта гражданин ежемесячно до 3-го числа представляет отчеты в орган соцзащиты. То есть органом соцзащиты помимо социального контракта, который вот заключается с гражданином и подписывается он в двух экземплярах руководителем органом соцзащиты и самим гражданином, Еще составляется программа социальной адаптации, которая является неотъемливой частью социального контракта. То есть в программе социальной адаптации прописываются мероприятия, которые должен выполнить гражданин. То есть расписывается, например, на определенный месяц то, что должен выполнить гражданин. И он ежемесячно по этим мероприятиям должен нам отчитаться. А если нет? Если не отчитался, то, я уже говорила, это возврат денежных средств. Сразу же? Не предоставление два месяца отчетности влечет за собой возврат денежных средств. У нас очень мало таких граждан. Граждане в основном отчитываются, потому что социальный контракт действительно работает, действительно помогает гражданам. Действительно сложные ситуации, получается, вы как-то выводите людей. Да. Расскажите, пожалуйста, куда можно обратиться по вопросу именно заключения социального контракта или за консультацией. К вам напрямую? Просто все-таки живое общение, когда легче как-то понять. К нам в министерство можно обратиться тоже за консультацией. У нас работает телефон нашего отдела, как считать, горячая линия постоянно идут у нас звонки. Могу даже сказать, что 71-34-72 это телефон нашего отдела, который даст любую консультацию по заключению социального контракта. Гражданину необходимо обратиться в орган соцзащиты по месту жительства, либо по месту пребывания, ну, зависит от его проживания. Также можно на стендах в органах соцзащиты ознакомиться с информацией. И на нашем сайте в министерстве есть специальный блок, называется «Социальный контракт». После сдачи документов для заключения социального контракта орган соцзащиты запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия определенный перечень документов, которые не предоставляются гражданинам. То есть доходы те же самые проверяются, регистрация, родство может провериться. Ну, у нас есть определенный перечень, который представляет гражданин, и который определенный запрашивает орган соцзащиты. После того, как орган соцзащиты рассчитает уже расчет среднедушевого дохода, да, за три месяца предшествующий, и семья будет относиться к категории малоимущий, Центр соцобслуживания выйдет по адресу проживания, либо пребывания заявителя с актом обследования. То есть для подтверждения действительности ситуации, что, да, действительно, там нуждается человек, если трудная жизненная ситуация... И что человек не способен выйти из этой ситуации. А можно последний вопрос? А если ты иногородний студент или вообще студент, можно ли ему получить какую-то поддержку и стартап? Ну, смотря какой студент, да, и где он проживает. Если он проживает у нас в крае, да, можно, но как он будет совмещать работу с учебой? То есть если он хочет открыть свое дело, он должен составить бизнес-план. И сразу же в части резюме, в разделе, да, предусмотреть, что я студент такого-то учебного заведения, хочу, там, или, там, решил заняться, там, каким-то видом деятельности, но он должен прописать, как он это будет совмещать с учебой. Ну, это уже совершеннолетний гражданин. Совершеннолетний. То есть, что он будет сам, это уже его ответственность, не родители. Конечно, да, да. И если он одинокопроживающий студент, то тогда мы доходы уже папа-мама его не берем в доход, а чисто его только стипендию, либо какие-то, может быть, еще дополнительные виды дохода у него есть. Светлана Васильевна, вот и пролетел наш эфир с вами. Спасибо вам большое. Мне кажется, очень все понятно, емко. А если остались какие-то вопросы, можно обращаться в Министерство труда и социальной защиты населения. Это и другие эфиры найдете на нашем сайте stv24.tv. Также пишите нам в социальных сетях. Все соберем и спросим здесь, в студии прямого эфира. Увидимся на своем. Субтитры подогнал «Симон»